Дорогие друзья, я вас рада приветствовать на нашем видео уроке. Мы сегодня порисуем в технике быстрого рисования. Нам потребуются вот такие вот кисточки. И еще, чтобы вы думали, вот такие ватные палочки. Да, обычные ватные палочки. Мы по 6 штучек плюс-минус берем. Чем-нибудь вот так вот изолентой перевернули, подвернули. Заготовили. И будем рисовать сегодня волшебное дерево. Первый наш шаг. Мы сейчас сделаем фон. Раскидаем вот таким вот образом черные точечки. Потом берем белый цвет и вот таким вот образом разгоняем. И получается у нас такой интересный серый фон. Пусть даже что-то подлетело сюда с боку. Пусть будет. Пусть будет фиолетовый. Ну, вы поняли, да? Можно любой фон. И примерно мы будем делать радужное дерево. Дерево, в котором будут радужные все цвета. Я сразу сейчас, чтобы не сохло. Так вот их разгоняю. Можно чуть-чуть где-то желтую полосочку такую нежненькую дать. Хорошо смотрится. Растянули. Растянули. Хорошо, когда кисточка упругая. Щетиночка. Такой серый цвет. Отлично. Молодцы. Сразу мы делаем низ черный. Черненький вот такой вот островок. Все очень просто. Все мы делаем упрощенным. Эту картину можно рисовать. И с детьми даже. Можно взять большой холст. И рисовать на нем. Получится большая, интерьерная, классная картина. Можно нарисовать маленькую. Не забываем, чтобы наше искусство служило людям. Дарим наши картинки. Так. Сейчас еще черненький сюда сделаем. Насыщеный черный. Вот таким вот образом. Отлично. Сейчас я сделаю просто с таким вот белым цветом. Примерно сделаю, где у нас будет дерево. Пусть это будет серединка. Вот такой будет ствол. И вот такие будут веточки. Хорошо. И сейчас мы потом уже в черном цветом обработаем наш ствол веточки. Сейчас мы будем заниматься кроной. Значит, мы начнем с радужного перехода. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Правильно? Красный, оранжевый. И вот с этого мы начинаем. То есть, внизу у нас будет красный, оранжевый. Берем красный на наши ватные палочки. И вот таким вот образом крутим, чтобы не было слепляния, чтобы были такие интересные переходы. И не забывая, что нам нужно все цвета буду обместить. Поэтому я сделаю так. Здесь пусть будет много красного. Здесь чуть-чуть. И так тогда будет тоже интереснее. Каждый охотник. Уже оранжевый берем. Оранжевый на границе будет хорошо тоже сочетаться. И чуть-чуть переходить. Чуть-чуть беленького. Беленький, запомните, всегда располагайте там, где примерно подсвечено. Ну, мы так, можно сказать, не поймем где. Но хотя бы вот в некоторых местах, вот как представляем, что чуть подсвечено крона. Там белый. Каждый охотник желает. Желтый. Желтый. Беру с этой стороны желтый. Да, вот таким вот образом. Давайте мы нарисуем какое-нибудь, может быть, древо желаний. Или, может быть, дерево жизни. Опять-таки, да, в природе все очень божественно. И то, что радуга, каждый охотник желает. Знать, где сидит фазан. Также в человеческие чакры также расположены красный, оранжевый, желтый. Знаете, да, вот кто йогой занимается, наверняка знают, что каждый чакр отвечает за какой-либо сегмент, какое-то психологическое направление жизни. Так, желтый, зеленый. Там, где у нас было желтенькое, с этой стороны, можно немножко вытереть ватные палочки. И мы берем зеленый. И делаем зеленый. Здесь мы, давайте, побольше с этой стороны сделаем зеленый. Здесь поменьше. Может быть, еще какой-то зелененький добавить другого оттеночка. Ну так вот, по поводу чакр, да. Это же энергия входит в чакры. И вообще, по сути, у человека все чакры должны гармонично работать. Нижняя чакра красная, если я не ошибаюсь, сватхистана, которая в копчиковой зоне живет. Живет, находится. Она отвечает за жизненную силу, за здоровье, за такую твердость, материализм. Это же нужная вещь в нашей жизни, правильно? Очень нужная. Крепкое, здоровье, все такое. Чуть-чуть беленького туда же. Потом... Ну так, сейчас быстренько давайте пройдем по чакрам. Давно обсудим. Оранжевое, это... Ой, я не буду называть название на санскрите, я могу перепутать. У меня, знаете, такая память девичья. В общем-то, я просто скажу, что оранжевое, это находится в зоне низа живота. И она сочетается с сексуальной чакрой и чакрой наслаждения. И цвет у нее оранжевый. Вот. Потом желтая чакра, она находится в области попка. Она отвечает за... А, это я помню название, манипура чакры. И она отвечает за, знаете, такое качество, как дисциплина, власть. Такое вот... Ну, такая сила, знаете, внутренняя. Вот. Мне нравится зеленая чакра, она находится в зоне сердца. Это чакра, анахата чакра, я точно помню, да. Сердечная чакра. И очень здорово, у кого она открыта, это люди мира. Люди добра, любви. Поэтому это очень... Чакра классная. Люди такого, знаете... В общем, люди, любящие весь мир. И открытые. Это вот на этой чакре люди живут. Так, хорошо, поднимаемся, повышаемся дальше. Следующая наша чакра. Я сейчас возьму другие чистенькие салфетки, палочки. Горловая чакра тоже классная. Горловая чакра, голубой цвет. Голубой цвет. Это чакра творчества. Кстати, оранжевая чакра тоже творческая чакра считается сексуальной, да. Вишутка чакра, горловая. Это пение. Это общение. Это всё такое вот творческая музыка, поэты, обучение, знание на уровне такой вот передачи. Это всё. Это чакра. Кстати, гормоны тоже вот помним, да, что находятся именно здесь. Гормональный центр. А гормональный – это что? Гармония. Это центр отвечает вот за такие вещи, да. Так, поднимаемся дальше. Синий цвет. Синий, такой, знаете, насыщенный синий. Это чакра третьего глаза. Да. Чуть добавлю, может быть, посинее. Сейчас посмотрю оттеночек. А то почти не отличается, да, голубой от синего. Ну, в общем-то, эта чакра такая классная. Это знание. Это третий глаз, ясновидение. Кстати, фиолетовый тоже, как я понимаю, тоже в этой чакре. Синий, фиолетовый цвета. Но ещё, я вот могу ошибаться. Ну, неважно, кто захочет, разберётесь. Правильно, почитаем там, что нужно. Вот ещё, считается, вот фиолетовый тоже в этой чакре находится. Находится она межбровье. Да, вот здесь считается, третий глаз находится. Такая чакра. Вот. А верхняя чакра считается белой. Так, но нам сразу, в любом случае, нам тоже нужно сделать белую сверху подсвеченность посветлее. И, значит, обратите внимание, я вот так густо всё делаю. Вы можете делать по-своему. Можете делать вообще. Ствол чёрный. И вот так вот тоненькие-тоненькие веточки. Вот такой ствол. Чуть где-то проглядывает. Не везде, не везде. Где-то, где-то проглядывает. Где-то они вот на видимых местах расстроились, раздвоились. Много не надо. Сейчас по травке. Вот смотрите, чтобы у нас была красивая травка, не нужно рисовать заборчик. Что такое заборчик? Заборчик это вот так вот. Скучно, понимаете? А психологически, подсознательно, мы все вот так рисуем. Как-то вот так заведено, как говорится. Наша задача сделать группы разных направлений. Как сейчас в наше время. Значит, вот так. Где-то большая. Где-то они маленькие. Где-то в одну сторону. Где-то в другую. Потом пусть вот так наклонились. Потом сюда завернулись. Сюда. Сюда. На свое усмотрение. Вот если вы так начнете сейчас делать, очень непредсказуемо, то будет очень красивая, естественная трава. В разные стороны. Погуще красочку беру, чтобы не было прозрачности. А вот здесь вот такая травка. Можно, знаете, с темно-зелененького, с черным. Можно темно-зелененького туда прям внедрять. Чуть-чуть салатового можно где-то. Пусть у нас будет такое теневое дерево. Ну, я имею в виду вот такой вид травы, как бы теневой. Как будто против света смотрим. Ну, вот та же схема. Поехали в разные стороны. Сюда. Одна длинная, другие короткие. Сюда завернулись. Потом раз, ничего нету. Или легла травка. Потом сюда. Ну, как-то, знаете, вот как вам... Как пойдет, как говорится. И смотрится очень естественно, правда? А ведь могли нарисовать заборчик. А это было бы немножко, ну, по-детски, что ли, как сказать. Как это говорят. Но иногда дети такие вещи выдают, что вам только бы у них учиться и учиться. Ну, в общем, зеленый я в черный добавляю. Он хорошо там очень смешивается. Где-то салатовый даже. Не перебарщиваем. Немножко зелененького можно вот здесь подкидать. Плюс какой-нибудь синий. Плюс черный. Ну, по желанию можно в ствол немного сделать коричневых таких полосочек. Не перекрывайте все. Просто где-то как-то показать чуть-чуть. И можно какой-то блик дать сбоку. С какого-то с одного боку, например. По веточкам тоже. Может быть, здесь тоже по веточкам чуть-чуть. И немножко можно бликов на травке тоже дать. На верхушечках. Чуть-чуть. Где-то так. Для нашего художественного взгляда. Кончики, кончики, кончики. Ну, вот такое интересное дерево получилось. Его можно рисовать с детей спокойно. Можно нарисовать в интерьере. Можно нарисовать даже на стене. Представляете? Просто, да, побольше объема будут. Но смысл-то все просто. И со вкусом. И все как, да? Интересно получилось. В общем, здорово. Так что, давайте вам творческих успехов. Присылайте свои работы в группу ВКонтакте. Студия Сарасвати. Обсудим, посмотрим. Поставим лайки в вашей прекрасной работе. Не теряемся. Если какие вопросы, спрашивайте. Я с удовольствием, по возможности, буду отвечать. Если есть какие-то пожелания по видео, тоже пишите. Мне очень интересно ваше мнение. Так. Вот здесь можно чуть потемнее сделать. Сейчас заключительный этап. Давайте я предложу, а вы, конечно, по желанию, как решите, сделать еще такие искорки беленькие. Сделаем сейчас. И не забудем еще подпись поставить. Предлагаю сделать нашу детсадовскую любимую технику. такую вот. И брызгаем, брызгаем. Можно чуть-чуть капельку воды. Кстати, пульверизатор тоже имейте под рукой. Очень удобно. И красочку так раз обновить. Чтобы была влажность, нам нужна влажность. И мы чуть-чуть вот так вот кисточкой. А это очень мягкий ворс. И он просто вот сгибается. И никакого толку. Я сейчас возьму другую кисть. Нам нужна кисть с хорошим, жестким ворсом. Вот. Отлично. И мы белую краску. Вот. Уже пошло дело. Видите? Самое главное не переборщить. Если что, всегда тренируйтесь на бумажке. Попробуйте. Вы почувствуете. А то, знаете, можно кляксы хорошие накидать. Но иногда и хорошие кляксы украшают. Вот у меня пошли кляксы. И большие, и маленькие. И мне нравится вот эта полосатость в кляксах тоже. Вау! Вот то, что нужно. Вот то, что нужно. Здорово, да? Это все сразу засветилось. Этого желтенького. Сейчас чуть-чуть такого беженького. Вот здесь добавим. Как-то скудненько, да? Ну, иногда лучше по чуть-чуть, чем переборщить. Можно вот так стучать. Тоже помогает. Мелко-мелко. Кстати, мелко хорошо. Ну, вот, мои хорошие. Можно ставить подпись в уголке любым цветом. Все, что у вас под рукой, что хочется. Вот здесь можно поставить подпись. Инициал и год. Наше чудесное дерево. Волшебное дерево. Готово! Кстати, можно было такого тоже сюда добавить. Сейчас я просто увидела. Немножко, да, для красоты. И полоска получилась. Ну, а запомните, как говорится, вот эти штуки даже нам иногда. Вот это вот. То, что надо. Ну, что ж, мои хорошие. Я рада. Я уверена, что у вас замечательно все получилось. До новых встреч. Не теряемся. Подписывайтесь. Смотрите видео. Советы для художников. Есть рубрика «Кварель». В общем-то, нам некогда скучать. И обязательно послушайте, что нам мешает рисовать. Это мои такие реализации. Я думаю, что вам будут полезны советы. Есть над чем задуматься. И можно в жизни сделать некоторые решения, чтобы нам вообще творчески классно продвигаться. И не оставить на месте. Потому что потенциал у всех есть. Все мы художники. Это я вам точно скажу. Сто процентов. Так что, мои дорогие художники, до новых встреч. Пока. Удачи. Молодцы. Я уверена, у всех прекрасно получилось. До новых встреч. Не теряемся. Подписывайтесь. Следите за новыми уроками. Пишите. До новых встреч. Я вам желаю творческих успехов. Спасибо.